Приветствую вас. Вот это, я так понимаю, шоу. Шикарное шоу. Это действительно не правительство, а замечательное шоу. Сразу говорю, я не знаю, что там реально происходит. Читаю, но от силы спрашиваю политологов. Насколько правду не говорят, не знаю. Проверить их слова невозможно. Но если верить, то вам что там произошло? Действительно, во-первых, Порошенко перекупил Народный Фонд. Это логично. Можно было ожидать. По этому причинению Санюк как бы искал, что я там вижу. Скорее всего, новый проект какой-то был запустят политический. Это его дело. Что касается Гройсмана. Там, смотрите, что получилось. Действительно, в начале как бы договорились, что пробьет. Пока не увидели состав Кабмина. А вот состав Кабмина, как увидели, там проблемы у Гройсмана, честно говоря. Роли вообще-то, я так понял, его функция немножко такая, второстепенная. Там проблема в том, что, понимаете как, вы же понимаете, что возле президента очень много группировок раз. А министерских постов мало. И поэтому война разошлась до невероятного. По этой причине Гройсмана. То сюда. То есть там просто получалось так. То не голосует. То голосует. То разрывается. То убегает. По этой причине вот это такое шарахает. То давайте мы это поставим. Второго. Третий. Четвертого. Действительно. Очень мало должностей. Обращаю ваше внимание. Все эти министры, которые идут туда работать, конечно, никто не собирается там что-то серьезное делать. Идут с одной целью. Ворвать. Все происходимо понимают, что, скажем так. Сколько это правительства будет? Там год, два, полгода. Не месяц. Главное, в принципе, урвать. Чем больше, тем лучше. По этой причине и состав. Производ такой интересный. То есть люди идут с целью одной. Ворвать. И почему такой конфликт сильный. Понимаете? Каждый хочет поставить своего, чтобы мой воровал, а не чужой. Ну это сложно согласовать. Ну если верить в оценку, то может действительно уже ночью согласовать. Увидим. В любом случае, ну опять же, со словом политолог. Повторяю. Есть такие как бы прогнозы, идеи, что это очень коротковременно будет правительство. Ну займется тем, что украдет то, что еще есть. Люк не успел украсить. Дело житейское. Пускай ворует. И уже ближе к концу года будут выборы. Почему к концу года? Опять если верить политологам. Американцы, в общем-то, разрешили выборы. И, скажем, махнули рукой. Но поставили жесткие условия. До выборов президента США выборы в Украине не делают. Почему? Вы хотят реноме Барака Обамы как бы спасти. Типа, что вот он сделал великую революцию в Украине. Революция получилась. И чтоб как бы он красиво ушел. А вот после него, пожалуйста, можно убрать. Поверим. Ну если все так, то действительно, да, то правительство. Я понимаю, почему так скандалит и почему такое. Хотя история знает случаи. Делают время. У нас ничего не бывает постоянно, чем временно. Шоу продолжается. Толпе нравится. То, что экономика разваливается, плевать всем. То, что работа нет, плевать всем. То, что центры стоит плевать всем за то, шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...